Раджуна Ингалана Раджуна Ингалана Приятного просмотра! Раджуна Ингалана Раджа — настоящий панк из мира футбола. В интервью бельгиец индонезийского происхождения часто вспоминает свое нелегкое детство. Его отец бросил семью, когда парнишке было всего шесть лет. На Ингалану его семье приходилось очень несладко, однако это не остановило страсть Раджи к футболу. Летом 2004 года агент молодого футболиста пробивает ему место в команде 2-го итальянского дивизиона. Там бельгиец начал получать свои первые деньги, часть которых он отправлял своей матери. А уже в 2010-м Раджа переходит в Кальери, клуб, который выступал в высшем дивизионе Италии. Казалось бы, жизнь начинает налаживаться, но именно в этом году умирает его мама — единственный человек, который мог сдержать необузданный нрав на Ингалана. Уже тогда полузащитник не стеснялся своих ночных загулов. Однако фанаты Кальери настолько полюбили игрока, что уже не обращали никакого внимания на его выходки. Даже тот факт, что футболист попал в полицию после избиения своей жены на глазах у прохожих, не изменил отношение к нему. В 25 лет Раджа переезжает в Рим из 10-й команды серии А во вторую, а спустя год на Ингалан единогласно признаётся лучшим полузащитником в Италии. За умение играть в отборе пресса дала ему прозвище «Король единоборств». Согласно исследованию ведущего спортивного издания Италии, бельгиец оказался лучшим по количеству выигранных единоборств не только серии А, но и во всей Европе. Начиная с 2014 по 2018 год, Найн Галан входил в символическую сборную Италии по итогам года. Фанаты его просто обожали. Он настоящий воин, который борется до конца и идёт в жёсткие подкаты. Что ещё требуется от футболиста? Однако было одно «но». Однажды фанат подошёл к Радже и речь зашла о Ювентусе. Бельгиец сдерживать себя не стал. «Я тоже ненавижу Ювентус всей душой. Когда я играл за Кальери, я был готов оставить свои яйца на поле, чтобы победить их. Просто ненавижу этот клуб». Запись разговора попала в интернет, и казалось бы, что тут такого? Футболист Рома не любит Ювентус. Да его много кто не любит. Но подождите. Раджа прямо на камеру прикуривает сигарету и ничего не смущается. Нейнгалан не просто мог побаловать себя сигареткой. Он был активным курильщиком и не скрывал этот факт. Вылет Рома из Лиги чемпионов сильно ударил по эмоциям болельщиков. После домашнего поражения от Сити со счётом 0-2, Нейнгалан, будучи активным пользователем Твиттера, не стеснялся в выражениях. Он резко ответил одному болельщику Ювентуса, который задал ему провокационный вопрос. «Ты ничего сегодня не напишешь?» Бельгиец ответил. «Писать не буду, но могу познакомить тебя с моим хером». Неудивительно, что подобная реакция не понравилась руководству Ромы. Очередной раз боссы клуба настаивали на том, чтобы Раджа закрыл свой аккаунт. В раздевалке он оставался лидером, но его выходки за пределами поля бросали тень на имидж клуба. Спалетти однажды сказал, что Нейнгалан может всё, но только если он этого захочет. Да, Раджа курит, но его километражу позавидует любой футболист. Да, он проводит ночь в баре, но на следующий день он приносит голы. Раджа всегда философски относился к своему образу жизни. «Для меня живой человек — это тот, кто может выкурить сигаретку или выпить бокал пива. Что тут такого? Я не скрываюсь. Поверьте мне, другие футболисты отрываются намного жёстче, чем я. Просто делают это за закрытыми дверями». На Евро 2016 года Раджа был одним из лидеров своей сборной. Но и там возникли проблемы с режимом. Полузащитник сборной Бельгии спровоцировал скандал из-за видео, на котором демонстрировал пачку сигарет. Общественное мнение склонилось к тому, что игрок национальной сборной не может вести себя подобным образом. И руководство Ромы, и руководство бельгийской команды были недовольны Нейнгаланом. Он просто-напросто рушит их имидж. Однако простые фанаты видели в Радже своего парня, что позже сыграло с ним злую шутку. После игры во время отбора на чемпионат мира Раджа был пойман пьяным за рулём. В его крови обнаружили наличие алкоголя, в несколько раз превышающие норму. Инцидент стал ещё одним поводом не вызывать Нейнгалана в сборную. Однако после этого инцидента Раджа просто наехал на тренера и сам завершил свою карьеру в сборной Бельгии. Последней каплей терпения боссов Ромы стал прямой эфир. Нейнгалан пел и танцевал, курил и очень много пил. Да и к тому же он не подбирал слов в адрес своих тренеров и одноклубников. Эту выходку бельгийца уже никто терпеть не стал, и Нейнгалану пришлось приносить публичные извинения. Руководство Ромы недвусмысленно намекнуло бельгийцу, что этот сезон станет для него последним в клубе. Раджа перешёл грань, по которой так долго ходил. Главный тренер Римлян заявил, «Я понимаю, если бы это видео выложил кто-то другой, но тот факт, что Нейнгалан сам выложил эту запись, делает ситуацию ещё хуже». Раджана Ингалан мог стать бронзовым призёром чемпионата мира, но пропустил турнир из-за своего характера. Он не хотел уезжать из Рима, о чём не раз заявлял. Но сам довёл ситуацию до критической. Решение босса Фромы не смог изменить даже тот факт, что Нейнгалан своим голом вывел клуб в полуфинал Лиги чемпионов. Главный тренер «Интро» Лучано Спалетти дал второй шанс необузданному бельгийцу. Однако и на этот раз Раджа сам себе вставил палки в колёса. Ещё не успев выйти на поле, он засветился в ночном клубе. В интернете распространилось видео, на котором болельщик предлагает Радже идти лечь спать, а в ответ футболист показывает ему средний палец. Пропуск тренировок стал последней каплей перед официальным заявлением клуба. Перед 17-м туром игрока исключают из состава, а спортивный директор «Интро» заявляет, что Раджа больше не является частью их проекта. Следующим шагом стала аренда и возвращение в Кальери. Бельгийц по-прежнему радовал всех своей невероятной игрой и голами из-за пределов штрафной. Но даже клуб из нижней строчки таблицы не был до конца уверен, стоит ли подписывать такого футболиста. Сам Нейнгалан позже заявлял, что в Кальери его просто предали. Я не раз говорил их руководству, что готов играть здесь и отказываюсь от больших денег и других клубов. И всё же руководство Кальери, зная о моём желании вернуться, просто исчезли. Они бросили меня. В 33 года Нейнгалан вернулся на родину в Бельгию. И на первой же пресс-конференции заявил. Ему ясно дали понять, что ждут от его пребывания в Антверпене. Требования выходили за рамки футбола. Радже было запрещено появляться нетрезвым или с сигаретой в публичных местах. И что же вы думаете, какой была первая новость из Бельгии? Нейнгалан лишён водительских прав и задержан в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это всего лишь через 10 дней после оформления сделки. Репутация Нейнгалана была окончательно загублена. Хотя Раджа до сих пор не видит в своём поведении ничего предосудительного. Будучи на вершине футбольного Олимпа, признаваясь одним из лучших полузащитников в Европе, Раджан Нейнгалан решил пойти по другому пути и слил свою карьеру в унитаз. Кто знает, будь он более ответственным, каких вершин он бы мог добиться. А на этом всё. Пишите в комментариях, о каких ещё футболистах, загубивших свою карьеру, вы хотели бы узнать. Ставьте лайки и бейте в колокол. Здесь будет ещё много интересных футбольных историй.